Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоут в беседе на слово о расслабленном говорит нам, что в церкви и в Божественном Писании всегда найдем утешение в скорби. Какая бы скорбь не возмущала душу, когда мы придем в церковь, она легко может прекратиться, потому что здесь присутствует Христос, и приступающий к Нему с верою удобно может получить исцеление. Борется ли кто с постоянной бедностью, имеет ли недостаток в необходимом пропитании и часто ложится спать голодным, пришедший сюда и выслушав Павла, который говорит, что он проводил жизнь в голоде, в жажде, и ногой, и ни один, ни два, и ни три дня, но постоянно переносил это. Ибо это выражает слова его, даже до ныне терпим голод, и жажду, и наготу, и побои. 1 Коринфянам 4 глава 11 стих. Он получит достаточное утешение, научившись из сказанного, что не по ненависти и забвению о нем Бог попустил ему жизнь в бедности. Ибо если бы это было следствием ненависти, то Господь не попустил бы испытать это Павлу, который был любезен ему больше всех людей. А по попечению и промышлению и с целью ввести к большему любомудрию, подвергается ли кто-нибудь болезни бесчисленным страданиям телесным, достаточным утешением для него могут быть тела расслабленных, которых исцелил Господь. И вместе с ними блаженный и доблестный ученик Павлов, который постоянно находился в болезнях и никогда не имел вдохновения от продолжительной немощи, как и Павел говорит, употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. 1 Тимофеев 5 глава 23 стих говорит нам. Они просто недугов, иное оклеветом так, что распространилась о нем худая молва в народе, и это наполняет скорбью душу его и терзает ее непрестанно. Такой пришедший в церковь и услышав, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5 глава 11 и 12 стихи. «Отложить всякую скорбь, и получит он всякую радость, ибо Господь сказал, «Блаженны вы, когда пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого». Лука 6 глава 22 стих. «Таким образом, Господь утешает тех, о которых говорится худо, а тех, которые говорят худое, Он устрашает другими словами. За всякое подобное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, как о добром, так и о худом». Матфея 12 глава 36 стих. «Иной потерял дочь или сына, или какого-нибудь из близких, и тот, пришедший сюда и услышав, по апостолу, который скорбел в настоящей жизни и желал видеть будущее, и тяготился здешним пребыванием, выйдет оттуда с достаточным врачеванием от слов его. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». 1 Фессалантийцам 4 глава 13 стих. «Не сказал об умерших, но об усопших, выражая, что смерть есть сон. Как тогда, когда мы видим спящего, мы не тревожимся и не смущаемся, ожидая, что он непременно встанет. Так и тогда, когда увидим умершего, не будем смущаться и падать духом, потому что и это сон, хотя и продолжительнейший, однако же сон». Так названием усыпления он утешил плачущих и отразил возражения неверующих. Если, говорит, ты нетерпеливо оплакиваешь усопшего, то делаешься подобным неверующему, который не имеет надежды воскреснуть. Тот справедливо плачет, так как не может нисколько любомудрствовать о будущем, а ты, получив столько доказательств касательно жизни будущей, почему впадаешь в ту же слабость, как и он. Посему и говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Не из нового только, но из Ветхого Завета можно заимствовать достаточное утешение. Так, когда ты слышишь об Иове, который после потери имущества, после погибели стад, потерял не одного, двух или трех, а целый сон детей в самом цветущем возрасте, при таких душевных добродетелях, то хотя бы ты был слабее всех, можешь легко ободриться и сделаться терпеливым. Ты, человек, по крайней мере, находился при больном, видел его лежащим на воде, слышал последние слова его, присутствовал при последнем вздохе, закрыл ему глаза и заключил уста. Он же не присутствовал при своих детях, когда они испускали дух, не видел их при смерти, но одним гробом послужил для них всех их дом, и на одну и ту же трапезу излился их мозг вместе с кровью. И бревна, и черепица, и пыль, и раздавленные тела, и все смешалось вместе. Однако и после столь многих и столь великих зол он не плакал и не роптал. Ну что говорил? Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Иова 1 глава, 21 стих. Эти слова будем говорить и мы при всех обстоятельствах, случающихся с нами. Случится ли потеря имущества, болезнь телесная, обида, клевета, или какое-нибудь другое из человеческих бедствий. Будем говорить, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Если мы будем так любому достать, то никогда не потерпим никакого зла, хотя бы испытывали бесчисленное их множество, но произойдет большей пользы, нежели вреда, больше благ, нежели зол. Этими словами ты сделаешь милостивым к тебе Бога и отразишь нападение врага. Ибо как только язык произносит эти слова, тотчас отбегает дьявол. А когда он отбегает, тогда удаляется его благо печали. Вместе с удалением его рассеиваются и прискорбные наши помыслы. И кроме всего этого, ты приобретешь все блага и здешние, и небесные. Верный пример этого выяви. В апостолах, которые призрят для Бога здешние бедствия, получили вечное благо. Будем же покорными и станем радоваться всему случающемуся и благодарить человека, любивого Бога, чтобы нам и настоящую жизнь провести благополучно и сподобиться будущих благ. Господу слава в веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok